Меня зовут Молли Росс, я сотрудник клуба Флоу. Мне нужно поговорить о кое-каких моментах с Николасом Брауном. А, ну я поняла. Я сейчас позову папу. Здравствуйте. Вы со мной что-то хотели обсудить по поводу клуба? Здравствуйте. Да. Ну, пошли в кабинет, там все изложишь. Ну, рассказывай, что случилось. Меня зовут Молли Росс. Я работала в вашем клубе Флоу, барменом, где-то около месяца. Но потом меня уволили по неизвестной мне причине. Если уволили, значит причина точно есть. Что от меня-то вы хотите? Это увольнение связано напрямую с вашим сыном, мистер Браун. Ну, разумеется, оно с ним связано будет. Он же клубом управляет, а значит и персоналом. Вы меня не поняли. Он меня уволил, потому что я не согласилась с ним идти на свидание. Что? Ты что себе напридумывала? Как ты смеешь в таком моего сына обвинять? Я говорю правду. Вы думаете, стала бы я к вам в дом приходить, если это ложь? Может, ты влюбилась в него без памяти. Ты еще не знаешь, что влюбленные в него девушки вытворяли. Так что твой поступок неудивителен. Я не обманываю, говорю же. Он за два часа лишил меня работы и, кстати, мою мать. Из-за этого у меня теперь проблемы дома. Со мной мама не хочет общаться. У меня больше не было выбора, как прийти к вам. Рэйчел? Да, папочка. Скажи, дорогая, а твой братец Роберт дома уже? Да, в комнате. Позвать? Будь так любезна, позови, дорогая. Сын, тебе знакома эта девушка? Нет. Впервые вижу. Странно. А у меня есть другая информация. Например, что она работала у нас в клубе, а ты ее уволил, потому что она не пошла с тобой на свидание. Но уволил ты не только ее, но и почему-то до матери ее добрался. Отец, ты будешь верить какой-то непонятной девке или своему сыну? Что? То есть, ты меня впервые видишь? У тебя даже смелости не хватает признаться в своих поступках? Фу, да ты просто не мужик. Закрой свой рот, а то тебе не поздоровится. Роберт, прекрати. Я в последний раз спрашиваю, ты к увольнению ее и ее матери имеешь какое-то отношение? Отец, эту девушку я уволила за то, что она больше болтала на работе, чем работала. К тому же, грубит клиентам. А до ее матери мне нет никакого дела. Вот как. Хорошо, Молли, я решу вопрос с вашей мамой и вашей работой. Не переживайте и ступайте домой. Отец, только не начинай. Что не начинать? Ты пользуешься моим именем и думаешь, тебе все позволено? Бери пример лучшести своего брата. Он постоянно работает и его бизнес развивается стабильно. Но у тебя же вечные проблемы. То ты драку устроишь, то в аварию попадешь, потому что пьяный за руль садишься. То статьи про тебя в газете, что ты с какими-то шлюхами тусишь. Роберт, мое терпение на пределе. Если ты будешь так продолжать, я лишу тебя всего. И живи ты как хочешь. А сейчас уходи. Когда я решу, что с тобой делать и с этой ситуацией, я тебя позову. Я убью ее. Вы знаете, из всей семьи Браунов я могу с точностью сказать, что самые адекватные это только мистер Браун и Рейчел, сестра Роберта. Но вы же знаете, что сейчас они настроены против вас. Но это было ожидаемо. Для этого есть все причины. И я даже знаю, что семья Браунов очень настаивает, чтобы меня посадили на самый большой срок. Так и есть. Я вынужден вас предупредить, что, скорее всего, они попытаются подкупить судью. Вы должны быть готовы ко всему. Но я по максимуму попробую вас защитить. Вы знаете, я ведь даже ни о чем не жалею. Но мне безумно страшно здесь находиться. Вас обижают? Да нет, но здесь такие люди, что в дрожь бросает. Молли, если вам что-то или кто-то здесь будет угрожать, вы должны сразу же сообщить мне. Вы поняли меня? Поняла. Хорошо. На сегодня мы закончили. Приду к вам через пару дней, пока я пообщаюсь с вашей мамой, подругой и Томми. Нет смысла. Они все теперь против меня. Все продались. Но я все-таки попробую. До свидания. А за тебя сильно взялись. Кому-то ты очень опасному перешла дорожку, милашка. Что? О чем ты говоришь? Да слышала я тут, что твой адвокат, который к тебе ходит, вообще-то не для защиты, а чтобы выведать из тебя больше информации. Зачем? Я ведь ничего не скрываю. И в том, что я ему рассказываю, нет ничего тайного. Это тебе так кажется. А они найдут к чему прицепиться. Так, может, расскажешь, что натворила. Я, возможно, смогу тебе дать совет какой-нибудь. У меня, как видишь, опыта достаточно. Рассказывать нечего. Я просто убила человека. Потому что он был ничтожеством. И то это произошло, потому что он бил меня. Я защитилась. Если так, то непонятно, почему ты здесь. А, да, человек же тот из богатенькой семьи. Верно. Не общайся ни с кем здесь. И никому не доверяй. Даже тебе. Мне можешь доверять. Потому что я хоть и та еще сучка, но тех, кто решил, что за бабки можно купить все, презираю. А тебя уважаю уже за то, что ты дала отпор одному из них. Рос, на выход. Ну что, как тебе сидится? Вы с какой целью интересуетесь? Уж явно не из-за заботы. Разумеется. Я не вижу в твоих глазах раскаивания. А кто вам сказал, что я раскаиваюсь? Ты убила моего сына и даже не жалеешь об этом? Я думаю, что ты специально подстроила ту встречу, чтобы Роберт на тебе женился. Ведь сразу было видно, что ты с него деньги тянешь. И убила ты его, чтобы наследство получить. Ты просто корыстная тварь, которых нужно давить. Ваш сын был подонком. И вы это прекрасно знаете. Деньги мне его были нужны. С чего вы это вообще взяли? Мне не нужен был ни ваш сын, ни уж тем более его грязные деньги, которые он зарабатывал незаконно. Как ты смеешь моего сына еще в чем-то обвинять? Запомни, девочка, с этого момента ты будешь жалеть о том, что еще жива. И будешь умолять меня о смерти. Смотри, от тебя уже все отвернулись. Ты никому не нужна. Никто даже и не заметит, что тебя нет. И пускай. Вы меня не запугаете. Здравствуйте, мадам. Я адвокат вашей дочери. Меня зовут Джастин Мартинес. Могу я вам задать несколько вопросов? Здравствуйте. Конечно. Вы же знаете, в каком положении сейчас ваша дочь. И скорее всего, ей грозит максимальный срок. Почему вы ее никак не пытаетесь поддержать? Знаете, она сама виновата. Она вечно упиралась. То ей то не нравится, то другое. Она Роберта просто вывела из себя, и он дал ей пощечину. А она в него выстрелила. Вы там были и видели это все? Нет. Но я уверена, что так и было. А вы версию вашей дочери слышали? От Роберта она не совсем пощечина была. Он достаточно много увечий нанес Молли. Это все ложь. Я видела, как к ней Роберт относился, и он не проявлял никакой агрессии. Извините за такой вопрос, но вам заплатила семья Браунов, чтобы вы давали показания против своей дочери? Что вы такое несете, мистер Мартинес? Будьте любезны, уходите. Наш разговор окончен. Я вас понял. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok